«Но это не мой ребенок!» – воскликнула Ирина и оттолкнула от себя акушерку, которая держала на руках новорожденного малыша. «Вы меня обманываете! Этот мальчик совсем не похож на меня! Принесите мне моего сына!» У женщины началась истерика, а Сергей сидел в коридоре и не сдерживал слез. Только что он потерял и любимую женщину, и сына, и не мог поверить в то, что это произошло именно с ним. «Где же я так согрешил?» – думал про себя мужчина. «За что мне такое наказание?» «Ваша жена отказалась забрать мальчика», – сказала вышедшая из палаты акушерка. Она сказала, что не возьмет на руки чужого сына, и потребовала, чтобы я принесла ей ее ребенка. «Но вы же уже все знаете?» В тот момент Сергей не мог думать ни о чем, кроме маленького мальчика. Это была его плоть и кровь, и что бы ни случилось, он ни за что бы не допустил, чтобы малыш оказался в детском доме. «Оформляйте», – твердо сказал он, посмотрев на растерянную акушерку. «Но как же ваша жена?» – удивленно спросила она. «Получается, что у сына не будет матери?» «Это не ваше дело», – воскликнул Сергей. «Я сказал, чтобы вы оформили, а с женой я уж как-нибудь сам разберусь». Да, он изменял Ирине и делал это стабильно и регулярно. Но в отличие от других мужчин, которые женились на дочерях бизнес-партнеров своих отцов, Сергей никогда не менял любовниц как перчатки. Он искренне любил Вику, но не мог связать с ней свою судьбу. Она это понимала, поэтому никогда не требовала от него большего, чем он может ей дать. Сергей был человеком щедрым. Для возлюбленной он снимал отдельную роскошную квартиру в самом центре города, куда периодически приезжал, якобы задерживаясь после работы. Догадывалась ли Ирина о том, что у мужа есть отношения на стороне? Вполне возможно. Он никогда об этом не задумывался. Сергей знал, что Ирина не посмеет ему закатывать сцены ревности. А уж тем более о разводе не могло идти и речи. Родители никогда бы не допустили того, чтобы брак любимой дочери распался. Это стало бы большим позором для их семьи. Когда Вика сообщила ему о том, что ждет ребенка, не было никаких сомнений в том, что он согласится оставить малыша. «Обещаю, что я сделаю все для того, чтобы вы были счастливы», – сказал он. «Ребенок ни в чем не будет нуждаться». Вика любила его и верила. На следующий же день он устроил ее в лучший в городе роддом, строго наказав знакомой акушерке, чтобы она не смела обмолвиться ни единым словом. «Не переживайте, вознаграждение будет щедрым», – сказал Сергей, протягивая женщине конверт. «Это только аванс. Основную часть вы получите после родов». В практике Елизаветы Леонидовны подобное было не впервой. Женщина умела хранить чужие тайны, и высокопоставленные люди, которым нужно было скрыть рождение детей на стороне, часто обращались к ней за помощью. И каково же было ее удивление, когда спустя несколько дней в стенах роддома появилась и Ирина. Елизавета Леонидовна постаралась сделать вид, что ни о чем не знает, за что Сергей еще раз ее щедро отблагодарил в конце того же дня. «Понимаете», – пробормотал он, – «для меня все это стало полной неожиданностью. Вика и моя жена забеременели одновременно, но мне важны оба этих ребенка. Пожалуйста, если что-то пойдет не так, то предупредите меня». Елизавета Леонидовна была бы рада, но те трагедии, которые произошли, и для нее самой стали полной неожиданностью. «Мы же проводили все исследования», – объяснялась она перед Сергеем, когда ребенок Ирины появился на свет мертвым. «Еще сутки назад все было хорошо, я не знаю, что могло произойти». Женщина переживала, что влиятельный мужчина возложит всю ответственность на ее плечи. Пострадал не только его наследник от жены, но и женщина, которую он любил. Неожиданно для Елизаветы Леонидовны Вика начала задыхаться, и едва ей успели сделать кесарево, чтобы спасти ребенка, женщина потеряла сознание и больше не открыла глаза. «Это какой-то злой урок», – причитала Елизавета Леонидовна со слезами на глазах. В ее практике такое было впервые. Реакция Сергея на произошедшее оказалась весьма неожиданной. Смахнув с глаз выступившие слезы, мужчина сказал. «Чего уж теперь говорить, слезами горю не поможешь, и наши причитания здесь ни к чему. Вику не вернешь, и моего еще не родившегося, но уже умершего сына тоже. Нужно что-то думать». Елизавета Леонидовна попыталась сгладить ситуацию, подсунув младенца Вике, Ирине. «Все малыши похожи друг на друга», – размышляла она про себя. И вряд ли какая мать сразу же догадается, что ей отдали не ее сына. Об этом свидетельствовала ее практика и многочисленный опыт, и женщина решила, что это лучший выход из сложившейся ситуации. Но Ирина сразу же заявила о том, что младенец не имеет к ней никакого отношения. Она не захотела взять его на руки и приложить к груди. Дома ей предстоял тяжелый разговор с мужем, которому ничего не оставалось, кроме как признаться ей во всем и раскаяться. Иначе, как бы он объяснил, что принес в дом младенца. Ирина не могла пережить утрату сына, ее душа обливалась слезами от горя. Та жуткая правда, которую она узнала о муже, которого очень любила, еще больше усугубила ее и без того шаткое и сложное психологическое состояние. «Да как ты смеешь мне такое предлагать?» Возмущенно воскликнула она, когда Сергей обо всем ей рассказал и стал настаивать, чтобы Ирина записала мальчика на себя. «Как тебе только хватает совести! Ты мне изменял, у меня под носом! Твоя девка нагуляла от тебя живот, а теперь ты просишь меня оформить на себя ее ребенка?» О своем желании развестись Ирина сказать не решилась, но дала себе слово, что не ляжет с мужем в одну постель. Ей была настолько омерзительна вся сложившаяся ситуация, что она не могла найти себе места. Закрывшись в своей комнате, Ирина позвонила маме, которая уже обо всем знала и безмерно сочувствовала горе дочери. «Нет, ты представляешь, да?» «И хватило же наглости!» Жаловалась на мужа женщина, рассказав матери обо всем, что произошло в их семье. «Доченька, ты, главное, не горячись!» Причитала Светлана Дмитриевна, которая понимала, как сильно обозлиться Анатолий Николаевич, если дочь решит развестись. «В семье всякое случается. Нужно решать все проблемы с холодной головой». Сама женщина тоже была возмущена до глубины души. Представляя себя на месте дочери, она осознавала, что никогда бы не приняла в дом чужого ребенка, да еще и появившегося на свет от любовницы мужа. Это было выше сил для любой женщины. Сложившуюся ситуацию разрешил Сергей. Впервые в жизни он самостоятельно принял твердое решение и не собирался отступать. «Если ты отказываешься оформлять на себя мальчика, то я с тобой развожусь», сказал он, войдя в комнату Ирины без стука. «Я воспитаю его самостоятельно». Мужчина понимал, какие последствия повлечет за собой его непростое решение. Но и жить под одной крышей с женщиной, которая ненавидит его сына, он не мог. Сергей целыми днями пропадал на работе, и воспитанием ребенка было бы некому заниматься, кроме Ирины. А ей он доверить мальчика никак не мог. Это могло быть чревато очень серьезными последствиями. Впервые в жизни Сергей не знал, чего ожидать от жены. «Нет, ну это уже слишком», – воскликнула Светлана Дмитриевна, когда Ирина почти слово в слово пересказала ей разговор с мужем. «Знаешь что? Собирай-ка свои вещи и возвращайся к нам». «Ничего, я поговорю с отцом, и он ему еще устроит сладкую жизнь». Женщина была вне себя от ярости, и к моменту приезда Ирины, как и обещала, поговорила с Анатолием Николаевичем, и реакция мужчины на происходящее ей категорически не понравилась. «Света, ну что ты голосишь?» Возмутился он, будучи весьма недовольным тем, что жена ворвалась в его кабинет и отвлекла от работы. «Ребенок уже родился. И как бы грубо это ни звучало, но обратно ты его не засунешь. Да, он не наша плоть и кровь, но это же не значит, что он должен расти в детском доме. Это как-то не по-людски». Светлана Дмитриевна настаивала на том, чтобы Анатолий Николаевич разорвал все деловые отношения с отцом Сергеем. «Ты должен высказать ему все, что о нем думаешь, и объявить бойкот», – чуть ли не в приказном тоне заявила она. В ответ Анатолий Николаевич лишь рассмеялся. Он не стал даже уточнять у женщины, как она себе представляет дальнейшее функционирование бизнеса, за счет которого она и живет, если он объявит бойкот главному партнеру. Разговор был окончен, и Светлана Дмитриевна отправилась готовить комнату к приезду дочери. Когда она увидела Ирину, чуть не потеряла дар речи. «Батюшки мои», – воскликнула она, – «какая ты бледная, на тебе лица нет». Женщина поняла, что дочери нужно как следует выспаться, отдохнуть и прийти в себя, поэтому без лишних вопросов постелила ей постели, налив чашку горячего чая, закрыла дверь в комнату. Как только Ирина услышала отдаляющиеся шаги матери, она зарылась под одеяло и зарыдала. Пока она находилась рядом с Сергеем, не могла себе позволить проявить эмоции в полную силу, а когда осталась одна, ее будто бы прорвало. Убрав чемодан дочери в кладовку, Светлана Дмитриевна отправилась к себе в комнату и, проходя мимо кабинета мужа, подслушала интереснейший разговор. «А я тебе сказал, что ты погорячился?» – доносился строгий бас из кабинета. «Нет, она у нас дома». «Да, сегодня приехала. Поэтому нам придется встретиться и поговорить обо всем спокойно у тебя. Да, я скоро приеду». Светлана Дмитриевна поняла, что муж разговаривал с Сергеем и собирается поехать к нему, чтобы поговорить. На цыпочках и оставшись незамеченной, она прошмыгнула в свою комнату. Женщину одолевало любопытство, о чем же Анатолий Николаевич собрался разговаривать с Сергеем. Дожидаясь вечера и проводя время за чтением книги, Светлана Дмитриевна размышляла о том, как аккуратно расспросить у мужа о разговоре с Сергеем. И самое главное – сделать это так, чтобы мужчина не подумал, что она подслушала его разговор. Но ей ничего не приходило в голову, и незаметно для себя самой женщина задремала. Проснулась Светлана Дмитриевна только вечером, когда Анатолий Николаевич вошел в ее комнату без стука. «А, я тебя разбудил?» – сказал он. «Извини, я только хотел сказать, что поговорил с нашим многоуважаемым зятьком, и никакого развода не будет». «Как?» – удивленно спросила женщина, которая не ожидала, что муж сам поделится с ней подробностями разговора. В тот момент у нее с души упал камень. «Слава богу!» – подумала она про себя. «Не придется выпытывать и выспрашивать». «А вот так вот», – ответил он. «Пусть воспитывает своего нагуленного сына. Ирина, если перебесится, к нему вернется. А если нет, то пусть живут раздельно, но на мероприятиях появляются вместе. Мне еще позора и досужих сплетен не хватало. У меня на горизонте серьезнейшие сделки, и срывать их из-за семейных разборок явно не входит в мои планы». Их разговор прервал телефонный звонок, и, увидев, что на экране высветился номер отца Сергея, Анатолий Николаевич ругнулся и выбежал из комнаты. На этот раз Светлана Дмитриевна не стала подслушивать разговор. Она была уверена в том, что муж сам ей обо всем расскажет. И не ошиблась. Спустя полчаса разъяренный Анатолий Николаевич влетел в комнату. Его злости не было предела. «Нет, и только представь себе!» – воскликнул он. «Он мне еще смеет какие-то условия ставить. Совсем уже!» Ничего удивительного в этом не было. Светлана Дмитриевна давно знала о том, что бизнес мужа напрямую зависит от Константина Валерьевича. Он всегда правил балом. Собственно говоря, именно поэтому Анатолий Николаевич и выдал свою дочь замуж за Сергея. Мужчина был уверен в том, что родственные отношения помогут наладить и бизнес-связи, которые были так для него важны. «И что он сказал?» – спросила Светлана Дмитриевна, когда муж закончил ругаться и был готов к конструктивному диалогу. «Ничего», – недовольно буркнул в ответ мужчина. «Сказал, что попытается еще раз поговорить с сыном, но если тот будет настаивать на разводе, то он будет на его стороне. А нам категорически запрещает вмешиваться». «Нет, ты только подумай. Он мне что-то запрещает. Это же уму непостижимо». «А Ира тоже хороша. Неужели не могла промолчать?» «Ну, подумаешь, нагулял мужик ребенка на стороне. С кем не бывает. Если бы эта Вика была жива, то она бы даже никогда об этом не узнала». Осознав, что гнев мужа перекинулся на дочь, Светлана Дмитриевна поспешила к ней в комнату. А Анатолий Николаевич проследовал к себе в кабинет. В тот момент у него не было сил на разборки с дочерью, и он решил, что отложит серьезный разговор на потом. «Ну и пусть разводится». В сердцах воскликнула Ирина, когда мать рассказала ей о разговоре отца с мужем. «Мне не жалко. На здоровье. Пусть разведется со мной и заведет себе хоть пять любовниц, которые нарожают ему футбольную команду. Мне все равно». Светлана Дмитриевна понимала, что обида Ирины на Сергея сильнее здравого смысла и застилает ей глаза, поэтому решила дать дочери время, чтобы та немного успокоилась. Но Ирина с каждым днем все глубже погружалась в свою боль. Она регулярно навещала на кладбище сына, который не успел родиться, но был уже похоронен, и целыми днями рыдала в подушку. Когда Сергей позвонил и все-таки сообщил, что он подал на развод, Анатолий Николаевич снова разозлился. Его отношения с Константином Валерьевичем становились все более натянутыми. Мужчина встал на сторону сына и не стал препятствовать разводу. Анатолию Николаевичу ничего не оставалось, кроме как смириться со сложившейся ситуацией. «Пожалуйста, только не срывайся на дочери», умоляла его Светлана Дмитриевна. «Ей сейчас и так не сладко». Видя состояние Ирины, Анатолий Николаевич так и не решился на то, чтобы устроить ей скандал. Он общался с ней так же, как и прежде, и даже старался делать вид, что поддерживает ее. Сергей каждый день вспоминал о Виктории, но все чаще ловил себя на мысли о том, что эти мысли ностальгические. Любил он ее, ту женщину, которая подарила ему сына, но по трагическому стечению обстоятельств ушла из жизни во цвете лет. Ответы на эти вопросы он не знал. Однажды, когда он пришел после похорон почтить ее память на кладбище, он встретился с матерью Вики, которая и боялся смотреть в глаза на похоронах. Она сидела на скамейке возле могилы дочери и тихонько плакала. «Добрый день», – прошептал Сергей, положив на могилу скромный букет. «Извините, что я вам помешал. Я не знал, что вы здесь. Я пойду». «Подожди», – ответила Елена Викторовна. «Мне нужно сказать тебе кое-что важное». В последние годы она почти не общалась с дочерью. Между ними часто возникали разногласия, которые они не могли преодолеть. Елена Викторовна воспитывала Вику одна и делала все для того, чтобы дочь была счастлива. Но, видимо, где-то не доглядела. Так, по крайней мере, считала она сама. И была убеждена в том, что если бы семья была полной, то Вика никогда бы не связалась с женатым мужчиной. Елена Викторовна была уверена, что таким образом дочь возмещала себе недостаток отца, которого у нее никогда не было. «Она патологически не могла быть одна», – продолжила женщина. «Ей нужен был хоть кто-нибудь рядом, чтобы чувствовать себя нужной и желанной. Она выбрала тебя, и в этом нельзя никого винить». Когда женщина узнала о том, что на протяжении нескольких лет дочь встречалась с женатым мужчиной, от которого родила сына, была в шоке. Она не ожидала, что все зайдет настолько далеко. Когда Вика уходила из дома, она ставила перед собой цель жить самостоятельно, не выслушивать назидания и замечания матери, игнорировать ее точку зрения. А получилось, что Вика оказалась в полной зависимости от человека, который ничего не мог ей дать, кроме содержания. В восприятии Елены Викторовны это было ужасно. Сергей не смог скрыть от женщины, что появившийся на свет Павлик, который еще никому ничем не обязан и не сделал ничего плохого, сын ее дочери. Он сообщил ей об этом еще во время подготовки к похоронам. «У вас есть внук», – сказал Сергей, когда впервые разговаривал с женщиной. «И вы можете с ним общаться и принимать участие в его жизни, если хотите». Тогда Елена Викторовна не отреагировала на это. Слишком велико было ее горе. С тех пор оно не стало меньше, но размышляя над тем, какая жизнь ждет маленького Павлика, Елена Викторовна впервые за всю свою жизнь осознала и прочувствовала важную вещь. «Нет ничего хуже, чем расти без отца, но и без матери ребенок никогда не вырастет счастливым человеком». «Послушай меня, Сергей». Спустя несколько минут воцарившегося между ними гробового молчания сказала женщина. «Если бы мы сегодня не встретились, я бы все же тебе позвонила и вызвала бы тебя на этот разговор, только позже. Сейчас будущее твоего сына, Викиного сына, моего внука, в твоих руках. В твоих и ни в чьих больше. Но мальчик нуждается не только в отце, но и в матери. Подумай об этом, не руби с плеча». Елена Викторовна знала о том, что после того, как Сергею пришлось рассказать обо всем Ирине, она от него ушла, и он воспитывал сына один. А ей очень бы хотелось, чтобы все было иначе. «Но ведь она сама отказалась от ребенка», – воскликнул Сергей, когда понял, на что намекает Елена Викторовна. «Я ни в чем не виноват. Я разошелся с ней только потому, что боюсь за своего сына. Как я могу доверить своего мальчика женщине, которая его не любит? Вы считаете, что я не прав?» «Не руби с плеча», – повторила Елена Викторовна, и даже не попрощавшись с Сергеем, пошла прочь с кладбища. С того самого дня он не мог думать ни о чем, кроме услышанных от женщины слов. Но сам идти на примирение с Ириной был категорически не готов. «Откуда я знаю, что у нее в голове?» – размышлял он про себя. «С тех пор, как она уехала к матери и отцу, даже ни разу не соизволила мне позвонить. Это что, жена называется?» Сергей был уверен, что как только Ирина узнает о том, что он подал на развод, выйдет с ним на связь, чтобы поговорить, а когда этого не случилось, был очень сильно удивлен. «Ну и пожалуйста», – подумал он про себя. «Пусть живет как знает, сам справлюсь». В конце концов, я принял это решение, мне за него и отвечать. «Ира, ну хватит уже сидеть одной в четырех стенах. Три месяца прошло с момента развода, а ты за это время даже в театр не сходила». В тот день Светлана Дмитриевна пыталась уговорить дочь посетить одно из самых важных светских мероприятий. Но Ирина отказывалась. Она боялась, что увидит там Сергея с новой возлюбленной и не сможет этого пережить. Светлана Дмитриевна догадывалась, что чувства дочери к мужу не остыли, а вот обида начала постепенно отступать. Анатолий Николаевич тоже перестал злиться. Как и прежде, он работал с Константином Валерьевичем, вместе с которым они пришли к выводу, что дети сами разберутся в своих отношениях. «Мама, ты не понимаешь», воскликнула Ирина. «Я не могу туда идти». «Да все я прекрасно понимаю», ответила Светлана Дмитриевна. «Можешь быть спокойна, Сергей по-прежнему живет один, никого у него нет». Воспитывает Павлика. Ирину шокировали слова матери. «Неужели это так заметно, что я думаю о нем и скучаю?» Пронеслось у нее в голове. А Светлана Дмитриевна, будто бы вновь прочитав ее мысли, ответила. «От матери ничего не скроешь и не утаишь. Так что прекращай расстраиваться и готовься к мероприятию». Ирине было невыносимо трудно заставить себя перебрать все платья, которые были в доме родителей и которые в свое время она не забрала с собой, когда переезжала к мужу. Машинально и сама того не осознавая, она надела именно то самое платье, в котором впервые ходила на свидание с Сергеем, и это не ускользнуло от его внимания. «Отлично выглядишь», сказал он, подкравшись к ней незаметно. «Я уж думал, что ты не придешь». «Напугал», – воскликнула она. «Что за манера подкрадываться?» «Извини, я случайно». Виновато улыбнулся Сергей. «Я не хотел». Слово за слово и разговор между ними начал клеиться, что в глубине души очень радовало Ирину, но она боялась открыто выражать свои чувства. «Так и живу», – делился Сергей сложностями отца-одиночки. «Работать теперь приходится из дома. С кем я оставлю маленького? Но ничего, я справляюсь». В тот вечер они незаметно для всех покинули ресторан и отправились гулять по набережной, вспоминая, как начиналась их совместная жизнь. Да, Сергей женился на ней не столько из-за любви, сколько из-за необходимости. Но за те годы, что они были вместе, все-таки успел привязаться к Ирине. Он понял это только тогда, когда выгнал ее, и она ушла, и очень сожалел о своем поступке. «А где дети?» – спохватился Анатолий Николаевич, который не нашел в зале ресторана ни Ирину, ни Сергея. «Не будем им мешать», – ответила Светлана Дмитриевна, которая догадалась, куда они отлучились. После примирения Сергей и Ира вновь узаконили свои отношения. Женщина усыновила Павлика, и у них снова была семья, на которую не могли нарадоваться родители. С тех пор Сергей больше никогда не смотрел в сторону других женщин. У него были любимая жена и сын, а сторонние интрижки и измены навсегда остались в прошлом.